Позади три раунда дебатов между командами Тюмени и Нижнего Тагила на тему мифологизации истории. Настало время услышать вердикт судей. Сегодня в этой роли, напомню, выступает тренер по коммуникации и сторителлингу Иван Притуляк. Иван, прошу вас оценить по десятибальной шкале каждого из участников. Мы оцениваем аргументацию, полемику и артистизм. И в целом, пожалуйста, несколько слов о ваших впечатлениях от сегодняшнего диспута. Прошу. Давайте, наверное, я начну с общих впечатлений об этом диспуте, а к оценкам перейдем чуть-чуть попозже. Во-первых, я бы хотел сказать обоим участникам, что вы значительные молодцы, в том смысле, что вы стали делать одну из самых страшных вещей, которые только может себе представить человек. А именно отстаивать интересы, свои собственные, в присутствии другого количества большого людей. Опыт нам показывает, опыт нам говорит, и наука нам говорит, опять же, о том, что нет ничего страшнее, чем стоять одному против многих и пытаться завоевать их доверие каким-то образом. За это вам респект и уважуха. И Дмитрий, и Алексей, вы огромные молодцы. Спец. Второй момент, который я хотел бы отметить, что, несмотря на вашу смелость, безусловно, каждому из вас еще есть в каком направлении расти. И расти значительно. Во-первых, читать плохо. Дмитрий, Алексей, ваши начальные высказывания были практически полностью зачитаны. Нехорошо это делать, потому что вы теряете контакт с аудиторией, ваши глаза уходят в другую сторону, и вы сами себя обкрадываете с точки зрения артистизма и эмоционального воздействия. Благо, я компетентен об этом говорить, я многажды это видел и всякий раз утверждаю, что это плохо. Второй момент. Мне кажется, что, Алексей, вы сегодня продемонстрировали более плотное знание инструментов аргументации разнообразных, а вы, Дмитрий, более плотное знание эмоционального воздействия, скажем так. Ваша позиция была одна, стойкая, упорная, и вы все возможные аргументы отбивали и приводили к своей базовой изначальной мысли. На мой взгляд, что это достаточно интересная вещь могла бы быть в публичном выступлении, если бы людей было гораздо больше, и вы бы могли больше приводить аргументы к толпе, от персонам. В то время как, Алексей, ваша позиция была чуть более мягкая, но вы более разнообразно защищали свою позицию, применяя аналогии, применяя аргументы к авторитетам и еще несколько вариантов, то есть палитра у вас была чуть пошире. Что еще хочется сказать? Я понаблюдал, вот финальная ремарка, потом уже к оценкам перейдем. Я понаблюдал такую картину. Мне кажется, что Алексей больше исходит из позиции того, что мнение есть универсум, а не только одна конкретная точка на шкале. Исходя из чего, вы можете абсолютно спокойно принимать часть позиции другого человека, как бы беря его себе в союзники, отрицать ту часть, которая кажется вам неважной, принимая позиции другого человека, как бы присоединяться и делаться больше, в то время как позиция другого человека становится чуть менее значимой. В свою очередь у Дмитрия была выгодная история в том, что его позиция была четкая, обоснованная, и он конкретно на ней настаивал. И с нее было сбить его крайне и крайне сложно. Еще раз повторюсь, в больших публичных дебатах подобная позиция вполне могла бы иметь место и могла бы привести к победе. Сейчас оценки по совокупности. Значит, аргументация и именно умение обосновывать свою позицию разнообразными способами. Здесь со счетом 8-6 побеждает Алексей. Алексей, 8 баллов вам за аргументацию, Дмитрий, 6 баллов за аргументацию. Если будет необходимо, мы можем потом связаться. Я более детально расскажу, какие были сильные и слабые стороны, поскольку на это сейчас времени у нас нет. Второй момент. Что касается полемики. Полемика – умение задавать вопросы, умение отвечать на вопросы, умение правильно интерпретировать то, что вам задают. Здесь счет, на мой взгляд, ровно тот же самый по тем основаниям, которые я уже обозначил. 8 баллов Алексей у вас, 6 баллов Дмитрий у вас. Дмитрий, вам немного не хватило разнообразия в, скажем, отбивании вопросов оппонента. Что касается финальной вещи, артистизма, то здесь, коллеги, позволю себе сказать очень важную вещь. От того, насколько логично вы рассуждаете, зависит, как вас воспринимают на слух. От того, насколько вы истинно верите в то, что вы говорите, зависит то, как вас воспринимают визуально. В этом случае оба вы, к сожалению, не продемонстрировали тех ярких качеств, которые можно было бы ожидать от спикеров дебатла. В связи с чем, здесь у вас счет примерно равный 5-5. Такова моя позиция. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, у Василия у вас или же у ребят. Если есть время, готов на них ответить. Я, Иван, просто отмечу, что необязательно участники должны разделять точку зрения, которую отстаивают для нас важнее риторика и умение владеть особыми инструментами в дебатах. Спасибо вам за вашу глубокую экспертизу. Я рекомендую участникам все-таки воспользоваться конкретным предложением Ивана. Очень ценные навыки и замечания будут для вас. Иван, вы что-то хотели добавить, сказать? Да, у меня была небольшая ремарка по поводу категории артистизм. Вы-то профессионально можете судить об этом? Да, нет. В принципе, с точки зрения артистизма, это не более чем в соответствии того, что ты говоришь, тому, как ты это говоришь. Главное не производить противоположные впечатления, чтобы мета-сообщение не отличалось от того, что ты имеешь в виду голосом и что ты имеешь в виду по мыслим. Эту более глубокую историю можно проговорить чуть попозже, будет отдельно при желании с кем-либо. Я стремлюсь всегда в подобных дебатах из категории артистизм убрать всяческую субъективность. Именно поэтому одинаково я дал оценку ребятам нашим, потому что оба они не продемонстрировали то, что необходимо было продемонстрировать, на мой взгляд. Уверенность в том, что они говорят, желание убедить в этом людей, смотрящих на эти дебаты. Ну что, по Станиславскому не поверили? Да, по большому счету да. Как-то так. Вот. А теперь? Понятно. Спасибо вам.